Наставника хорошего еще нужно заслужить. И это опять же происходит по милости, верховной личности Бога. Все люди говорят об Абсолюте, о какой-то Вселенной. Я говорю о Персоне. Она, Он, верховная личность Бога. Он, Персона. Нужно обрести, чтобы иметь разум, нужно получить эту милость от верховной личности Бога. Нужно стать достойным Его милости. Нужно служить Богу. Нужно иметь сострадание ко всему живому. Сострадание и любовь в сердце развивать. Это огромнейшая работа над собой. А люди, которые зашлакованы, они не могут даже понять, насколько они зашлакованы. Они будут говорить, что я чистый, я хороший, я добрый. Но они не смогут выпутаться из этого кокона. Поэтому им нужен наставник. Но иногда люди просто, ну, в этой жизни так и не смогут получить этого наставника. Наставник, это как иголка в стоге сена. Его нужно, ой-ой-ой, как заслужить. Нужно стать чистым душой, человеком, чтобы заслужить хорошего наставника. Вы понимаете? Потому что наставников сейчас, вон, труд-пруди. Одни роботов рекламируют, другие объявляют себя богами, независимыми. Мы не независимые. И мы не можем говорить, что мы что-то там сами всё можем. Хорошо, если вы независимые, если вы всесильные, если вы бог, покажите это. Сотворите планету. Вот прям в прямом эфире сотворите мне планету. И тогда, может быть, я поверю. Если вы не использовали ИИ. Люди, не будьте самонадеянны, думая, что вы можете что-то сами. Сами вы можете только одно. Это сделать выбор. Идти с богом или идти в бездну к пропагандирующих, к тем людям, которые пропагандируют роботов. И отсутствие эмоций на лице. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!